Участие в различных конкурсах, в том числе творческих, позволяет выйти лучших из лучших. Тех, кто своими способностями, трудом смог добиться впечатляющих результатов и прославить свой регион, свою страну. Несколько сотен исполнителей из самых разных регионов, а также из-за границы. Несколько площадок, причем не только в Твери. Все это пятый международный фестиваль «Волжский хоровой собор», который накануне завершился в Твери. Свои номера в рамках фестиваля представили более 300 юных музыкантов. Среди них капелла мальчиков и юношей имени Жуковского из Иваново, образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья» из Тольятти, хор мальчиков и юношей и детско-юношеской вокальной хоровой капеллы «Соложки-Вятки» из Кирова, а также Ушаковский хор из Красногорска. Из белорусского Бреста прибыл коллектив «Иуники». В основном мы привезли партитуры белорусских авторов. Хочется показать все-таки нашу самобытность, чтобы послушали вчера. Многие подходили, спрашивали, мы первый раз услышали белорусскую мову в музыкальном исполнении, и очень это их тронуло, даже некоторые плакали, меня тоже это поразило. Фестиваль проходил в течение трех дней на нескольких площадках. 19 мая он стартовал на сцене Конаковского дворца культуры «Современник». 20-го состоялись выступления коллектива в музыкальном колледже имени Мусоргского и ДК «Фимволокно». Вечером в пятницу в Тверском академическом театре драмы прошел галоконцерт. Ярким событием праздника стала патриотическая акция у подножия Ржевского мемориала советскому солдату, где сводный хор из участников спел песни «Родина», «Славься», а также «Гимн России». В целом, нынешний фестиваль отличался особенно высоким уровнем исполнителей. Для меня хоровое пение мальчиков – это элитное искусство, потому что, когда поют мальчишки, совершенно особая атмосфера, абсолютно особая. Потому что они не умеют врать, они настолько искренни, настолько чистосердечны. Приветствие участникам, организаторам и гостям направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Программа фестиваля объединяет на одной площадке творческие коллективы из разных регионов России и Белоруссии. Дарит возможность приобщиться к великому духовному наследию наших народов – богатейшей православной песенной культуре, отметил глава Верхней Волжи.